Микс Ньюс. Утро на Болгоме. Бывший директор Латвийского агентства инвестиций и развития Андрей Созоус. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Мы вас представили как бывшего главу Латвийского агентства инвестиций и развития. И вы в начале года, когда вам тоже наши коллеги-журналисты задавали вопрос, что и как, вы говорили, что вы еще не знаете, это будет государственная институция или это будет частный сектор. Сейчас у вас прояснилось уже? Ну, совсем мало времени прошло, буквально месяц с лишним. То есть, и после 16 лет государственной службы, где до этого я себя представлял как предприниматель, уже, наверное, не подобает такому устоявшемуся чиновнику, который 16 лет бюрократ, утверждать, что он все-таки в душе своей предприниматель. Но я использую свой заслуженный отпуск, который я не вынимал за 4 года. То есть, я еще пару месяцев собираюсь не работать, если не учитывать то, что у меня есть вторая работа в Лепайском порту. Я член, можно сказать, надзирательного совета, который все-таки, ну, вал правления Лепайского порта. Ну, понятно, что моя основная работа все эти годы была связана с ЛИА, государственной институцией, которая имеет монополию на поддержку бизнеса в нашей стране. Пока еще отходите от всего этого. Ну, быстро отошел, надо признать. Ну, надо заметить, что вас, ну, когда вы покинули этот пост, очень странно, действительно, в формулировке оценивается очень высоко деятельность, но в то же время, вот, как-то очень обтекаемо говорят, что вот такого бы человека хорошо на другом поступке. В чем была вот удивительна вот эта причина того, что после трех сроков успешных, причем все признают, что да, вот все успешно развивалось и... Ну, знаете как, я, наверное, не очень объективен, но я согласен, что перемены нужны, это где-то правильно, да. Ну, и сама институция очень сильная. Я хочу сказать, что состав кадров в ЛИА все руководящие должности, а их относительно много, более трехсот человек. В двадцати странах у нас офисы, да, в пятнадцати городах Латвии у нас местные представительства, то есть инкубаторы помогают начинающим предпринимателям. Ну, и я действительно горжусь этим составом, мои такие предсказания, что дальше произойдет, что все будет в порядке, потому что есть определенная инерция, и новый руководитель Каспарс Рожкалнс, мне кажется, ну, он, во-первых, выходец из ЛИА, да, он руководил нашим представительством в Китае, потом в Германии, очень такой толковый человек. Сможет ли он с этой масштабностью быстро сжиться, да, и быть действительно таким локомотивом, это уже время покажет, да. Потому что чисто идти на поводу министерства, я не клоню к тому, что надо противостояние, что говорит министерство, но ЛИА, на мой взгляд, всегда была больше таким инициативным образованием. То есть мы придумывали и «Магнеты Клатвии», и «Новус», это такой большой фестиваль на Луцевсале, который уже два раза проходил, где мы опередили даже по посещаемости «Позитивус». Вы представляете, тема не очень интересная экономика, да, «Позитивус» музыка, можно развлекаться. И 16 тысяч в прошлом году посетило именно такой фестиваль, ну, экономики, да, науки, ну, здорово просто. То есть есть наработки, и я думаю, что мы как сейлз-организации, извиняюсь за англицизм, да, что мы же продаем Латвию в хорошем, не родину продаем, а продаем Латвию как хорошую страну для предпринимательства. Если продавец очень хороший, но сама страна отстает в своем предложении, то в итоге мы часто попадаем под такой упрек, что, мол, раз вы Лозоволс так хорошо работаете, или Лиа такая хорошая, где же эти инвестиции, где этот огромный успех? Ну, есть успех, есть и заводы, и, ну, даже магазины, Икеа, например, наш проект, да, и китайцы, кстати, заслуга Каспара Рошкалнца, нового руководителя, привлек из Китая, но он один из привлекателей, не он один привлек, генную инженерию, да, то есть Beijing Genomic Institute, целые научные наработки в Латвии, да, миллионные вклады. То есть есть определенный успех, но мы отстаем от Литвы, от Эстонии. Если я тут так бахвально буду хвастаться, насколько мы хороши, и внутренний валовый продукт на душу населения, нам эстонцев часто приводят в пример, да, чемпионов, на самом деле многие даже не заметили, что литовцы настоящие чемпионы. Во-первых, количественно намного большая страна, нежели Эстония, и на душу населения внутренний валовый продукт в Литве опережает не то, что Латвию, но и Эстонию опережает. То есть все то, что я положительно и сказал, все угасает под сравнением, если вы настолько хороши, почему все наши близкие конкуренты нас опережают. Ну и мое резюме, чтобы не слишком отвлекаться от вашего вопроса, мое резюме, насколько хорошо бы продавец не работал, да, если сам товар вкупе с этой продажей не растет, и мы свою предпринимательскую среду не упорядочим, то мы нарываемся на большие проблемы в будущем. Вы об этом говорили, будучи в статусе главы Латвийского агентства инвестиций и развития, что вот есть здесь проблема, здесь проблема, мы можем привлечь того-того-того, но нам надо поработать над такими-такими-такими пунктами. Ну это, наверное, такая азбука, и, конечно, сейчас мне куда легче более откровенно говорить, что очень сильно отстает само Министерство экономики, да, то есть по своему качеству, потому что постоянные смены министров все-таки, ну это, наверное, природа демократии, да, это позволяет чиновникам ускользнуть от ответственности, что создаются такие громкие голословные тезисы, которые хорошо звучат, ну то есть сейчас, например, ЛИА переделать в технологическое агентство, да, ну вы понимаете, весь мир идет к тому, что под одной крышей, как бы, амбрелла, как англичане говорят, лучше объединить мощности, да, то есть и туризм, и инкубаторы, которые явно, ну какой туризм при технологическом агентстве, да, и куда мы идем, то есть обратно создаем еще новые агентства, или опять туризм будем отделять, вместо того, чтобы просто сказать, что надо очень сильно усилить эту работу именно технологий, то есть не просто деньги деньгами привлекать в Латвию, а, ну, становиться более современными, более тесно работать с научными институтами, да, качественно, не просто так, что давайте быстрее, лучше, дальше, нет, конкретно, и дополнительные деньги под это выделить, и ставить конкретные задачи, это политически не звучит секси, как говорится, надо же что-то супер заявить, ну и заявили, что будем из ЛИА переделывать эту институцию в технологическое агентство, ну что это подразумевает, значит, надо туризм опять отделять, потому что откуда у нас туризм в технологическом агентстве, я думаю, из этого ничего не получится, что будет так же, как и было, просто, ну, какие-то акценты новым политикам, конечно, подобает выдвигать, но нужно ли их выдвигать настолько революционно, и потом тихо отступать от этого, и делать вид, что мы почти это делаем, но по-другому, неправильно, то есть, да. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, бывший директор Латвийского агентства инвестиций и развития Андрей Созовос у нас в гостях. Вы упомянули, что нас, как правило, нам в пример ставят Эстонию, но Литва незаметно для всех, даже Эстонию опередила где-то, но мы все равно последние в этом списке, в чем наша проблема? Ну, я не политик и не норовлюсь, да, и когда вы спрашивали, почему не продлили со мной контракт, шутя, говорили, у тебя фамилия неправильная, я говорю, как, фамилия вызывалась, вроде нормально, ну, по-русски, может, смешно, дуб-дубом, да, но на самом деле намек был на то, что у тебя фамилия Рейзнец, я так, ну, улыбнулся, конечно, это, во-первых, в женском роде фамилия моей супруги, да, и намек на то, что, мол, пусть ты не в политике, жена твоя была два года министром экономики, три года министром финансов, ну, хватит, ваше время закончилось, ну, во-первых, несправедливо так ставить вопрос, конечно, да, потому что, ну, вроде и религиозная, и партийная, и другая свобода у нас, ну, высоко ценится, да, но я действительно не претендую, что я могу такие политические высказывания выдвигать, но если сравнивать чисто уже обратно к экономике и Литву, мне кажется, в Литве направление, которое Литва в отличие от Эстонии заявила, было другое, маленький акцент дам, если успеваю, то есть, ну, Эстония шла по такому пути прозрачности, что, мол, будем бороться с коррупцией, что они успешно делали, обратное было бы глупо заявить, давайте будем коррумпироваться, да, это же, ну, абсурд просто, но Литва более конструктивно делала ставку на сохранение заводов, на развитие новых центров, зависим, и порт Клайпеда, единственный порт, не конкурирует, как в Латвии, и порты между собой, и таким образом наносят частичный урон друг к другу, ну, получилось, что это конструктивная и созидательная составляющая выиграла, то есть, если эстонцы говорили, если не будет плохо, уже будет хорошо, литовцы говорили, этого мало, мы будем концентрироваться на то, что мы будем не упразднять недостатки, а создавать что-то более такое сильное, и получилось, пришли большие заводы, Continental, например, разные другие примеры, да, то есть, индийская компания владеет там пластмассовым производством, да, ну, то есть, довольно крупномасштабным, но Литва делала что-то значительно более правильное, нежели Эстония, да, и почему я так немножко меня настораживает, что у нас как бы монополия на честность сегодня, да, именно в политическом составе, и почему с этой оговоркой, что вроде не хочу комментировать политические процессы, но звучит круто, что давайте не будем воровать, и всех пересажаем, и всё станет нормально, ну, Литва показала, что они пошли дальше помимо этого, не противовес эстонцам, нету же такого, что литовцы говорят, давайте так, эстонцы не воруют, мы будем воровать, но зато заводы строить, такого нету, конечно, да, то есть, ну, честность превыше всего, но этого мало, и докуда удается уклониться от этого, что работу надо сделать, помимо того, что перестанете воровать, это удивительно, да, то есть, ну, да. Насколько, вот, с какими главными проблемами сталкиваются предприниматели Латвии, какие, ну, вот, препоны, которые мешают им вести нормальный бизнес, потому что очень много, ну, жалуются на бюрократию, на, ну, какие-то такие вот вещи, которые отталкивают людей? Ну, во-первых, постоянные изменения, я, причем, не с намеком на налогообложение, Латвия все время находится, вот, конкретно пример приведу, у нас кризисы, которые за последние годы нас настигли, они совершенно разные, то есть, транспортный кризис сейчас, железная дорога якобы увольняет полторы тысячи человек, причем за кулисами, говорят, может, вплоть до трех тысяч, да, дойти. Ну, кризис не умеем налаживать отношения с Россией, по той или иной причине, плохо однозначно. До этого банковский кризис, эти одноразовые кризисы, которые исключительные, уже стали нормой, то есть, у нас с относительно короткими интервалами, такие исключительные кризисы в разных отраслях, они наносят огромнейший урон по экономике. Дзинтерс, да, производитель, которым многие годы руководил Илья Герчиков, ну, столкнулся уже с такими, по-моему, непреодолимыми препятствиями, да, то есть, если вы посмотрите, что рабочий рынок должен аккумулировать эти все тысячи, да, заработные платы растут, причем довольно здорово. Это, конечно, люди сейчас могут слушать или говорить, почему медленно растут, должны еще больше расти, но производительность не растет в ногу. Вроде правильно, чтобы не уезжали, чтобы не эмигрировали, мы же заслужили больше зарплаты, вы в том числе, все хотим, да, но если вы взглянете на процесс, с глазами немецкого или другого инвестора, да, то он куда попадает? В страну, где он якобы переплачивает, потому что производительность не соответствует заработной плате. Ну, в чем-то причина должна быть, почему именно в Латвии размещать свое производство? Ну, и я думаю, что в последнее время четко собраться, не так интуитивно быть ведомым, а именно стать ведущим, то есть брать в свои руки инициативу по определенным позициям, где мы реально конкурентоспособны, и, может, вокруг да около, то есть четко говорить о секторах и в этом секторе именно сделать домашнюю работу, потому что то, что делает ЛИА, наша, моя бывшая уже мною руководимая институция, они продают то, что есть, да, но выигрывает чемпионат тот, который сделал домашнюю работу, да, то есть как была шутка в советское время, что хороший товар рекламе не нуждается, да, товар надо усовершенствовать, Латвию надо, причем таким по позициям производства и сервиса, очень упускаем мы сферу услуг, все время говорим о производстве, да, но более 70% нашего внутреннего валового продукта состоит от услуг, это туризм, это транзит, это, ну, тот же злоупомянутый банковский сектор пострадавший, это информационные технологии, это приносит огромные деньги стране, да, это большая статья доходов для Латвии, но производство нам крайне нужно, да, и это же тоже понятно. Где вы вот сказали про те моменты, где надо сделать домашнюю работу, где у нас есть перспективы, но еще не доработаны, может быть, так вот есть, что вы уже видели там на протяжении нескольких лет, и сейчас вот до сих пор есть такая что-то перспективное, что хотелось бы. Тут никак не уйти от конкретики, да, по отраслям, например, туризм, ну, понятно, что если мы, например, хотим туризм более масштабный при нашем коротком туристическом сезоне, да, потому что, ну, объективно, зимы в этом году не было, пострадали наши те небольшие горки, которые, что мы имеем, да, снега практически не было, значит, у нас летний туризм в основном и конференцный туризм, да, то есть конференции зимой происходят. Хотели мы китайцев в большом объеме привлекать сюда, значит, надо принимать китайские кредитные карточки, надо сделать техническую, ту, такую не очень видимую сразу работу, чтобы это физически было возможно, иначе создавать рекламу, прилетайте сюда, и они, мастер-карты имеют только определенный узкий слой населения, да, то есть у них Alipay или UnionPay, совсем другие средства платежа, Латвия к этому не готова, да, и, ну, потихоньку становится готова. Тут вдруг кто-то ухмыльнется и скажет, хорошо, что не приезжает, у них коронавирус, ну, мы не к тому, мы говорим об объективных предпосылках, да, но свадьба научных институций и предпринимателей, то есть этот marriage, как говорится, да, это тоже очень большую роль имеет, причем малым странам подобает развивать прикладную науку, а не академическую, больше, то есть большие космические корабли пусть отправляет Россия, Китай и Америка, а мы будем программировать GPS, да, чтобы создавать свои продукты, за которые мы можем деньги выставлять счета всему миру, да. У нас есть звонок, да, называйте наушники. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, ну вот заметьте, пожалуйста, был задан вопрос, почему мы отстаем от Литвы и Атландии, от Латвии. Было сказано про фамилию Озов, про пять лет фамилии министра Резницы, и ни слова про то, чтобы, как, почему мы отстаем от Литвы и от Эстонии. То есть про Эстонию, про Литву, про Литву, про Эстонию, про Эстонию, про Литву. Почему мы отстаем от Литвы, от Эстонии, ни слова. И человек говорит, воду не надо лить, надо конкретика. Вот пока такие люди будут руководить Латвией, у нас и будет вот то, что происходит. Да, да. Давайте отвечу, да, все-таки. Ну, во-первых, не услышал человек, и четко сказал, что Литва, в отличие от Эстонии, шла по другому пути и делала домашнюю работу по индустриальным позициям, и привлекла «Континентал» и другие, Латвия этого не делала, и это правильный путь. Правильный путь – это сначала продукт, потом реклама. То есть голословная реклама, приезжайте в Латвию, не сделав… Например, самоуправлений – это конкретное предложение конкретных территорий с инфраструктурой, например. Это профессиональные технические школы, это не обязательно высшее учебное заведение. Это на местах та работа, которая не проделывалась до сих пор добросовестно. Почему я техникуму упомянул? Потому что, понимаете, например, если шведы приезжают, хотят здесь завод разместить, и мы все время уповаем на количество студентов, сколько у нас есть, они говорят, этих трех технологов я могу импортировать из Швеции высокого уровня, но те 50 человек, которые будут работать, они должны уметь смочь читать чертежи, понимать, и это не обязательно высшее образование. То есть целый ряд таких работ – это не в рамках такой передачи. Потому что я так особо и не переживаю такого рода критику. Это так легко сказать. Пока такие люди будут руководить страной, я, во-первых, никакой страной не руковожу. Я еще раз говорю, я руководил институцией, которая продает тот продукт, что есть. И мой основной аргумент, что мы как продавцы сделали и делаем свою работу четко. Институция очень сильная. И, конечно, знаете, пока ты в подчинении министерства и министра, очень сложно говорить, что ну вы наконец-то соберитесь, потому что мы не можем продавать то, что вы очевидное не упраздните, очевидные проблемы. Просто не можете даже собрания собрать, и у нас есть такой формат «Полярис» по привлечению инвесторов. Сколько премьер-министров уже уклонялись просто от открытого разговора с предпринимателями. Ну абсурд, да? Как бы просто абсурд. Ну теперь-то я могу себе этого позволить? Я уже не руководитель ЛИА. То есть ЛИА на значительно высшем уровне качества государственной институции, как официант, очень хороший официант в ресторане, где повар все время стейки поджигает, понимаете? А у вас не было такой возможности прийти и по пунктам сказать, вот здесь, 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 вот неправильно. Вот, ребят, постарайтесь. Мы делаем все, что мы можем, но вот есть проблема. Помогите их исправить за их же интересы. Конечно, я услышал ваш вопрос. Конечно, было. И, конечно, это делается. И в письменном виде причем. То есть вот эти собрания четыре раза в год, которые так по сути глубоко копают, что надо сделать, и по призыву предпринимателей крупных, таких как ЦЭМЭКС, они, например, говорят, дорогу не можете отстроить, у нас страдает там САЛДУС БРОЦЕН, целая огромная, одна из самых крупных производств в стране, просто государство не успевает отремонтировать свои дороги. Не ЦЭМЭКС-дороги, а то, что там, мол, скоро мы должны будем прикрыть часть производства, если вы это не сделаете. Ну, таких ряд вопросов, просто целый ряд вопросов. Ну, вы представляете, приходит один такой умник, как я, и говорит, что, мол, давайте вы сделаете идеальную страну, а мы потом ее продадим. Ну, так это только в сказке бывает. Регулярный диалог есть. Политикам свойственно уклониться от тех вопросов, где они не видят решения. Они часто такие обязательные собрания не сзывали, только потому, что решения очевидного нет. И вы представляете, насколько это непопулярно, заявить на всю Латвию, что, мол, вот эта проблема, а что с этим делать, понятия не имею, я премьер-министр, мол. Ну, так не делается, да. Поэтому проводится работа за кулисами, но такой волшебной палочки нет, но наконец-то смотреть правде в глаза и все-таки хотя бы в таком закрытом круге, а не было даже таких собраний без публики, без прессы. При личном разговоре вы могли как-то критику высказать? Ну, перед вами, например, рассматривать так публично все за и против довольно сложно, потому что действительно часть деликатных вопросов. Ну, лично вы могли что-то там с министром, например, с кемьер-министром общаться? Да, и лично несколько раз были такие позиции, что, мол, решения нету, включаем страусовую политику, прячем голову в песок, делаем вид, что проблемы нету, да. Это проблема ЛИА, да, наше министерство нас очень часто не слышит. Пока не будет существенного улучшения кадров в Министерстве экономики, это для Латвии будет огромная проблема. Да, еще звонок? Еще, да, сорвался звонок. Да, перезвоните. Я пока про Brexit хотела уточнить. Вот буквально на днях в конце прошлой недели совершилось то, к чему там 4 года шла Британия и ждал весь Евросоюз. Как это на инвестиции может повлиять, на инвестиционный климат в Латвии в том числе? Ну, вы, наверное, тоже уже рассматривали, что есть повод для расстройства, что европейские фонды сильно уменьшатся, да. Примерно на 23%, причины тому две, не только Brexit, в том числе, что методика рассматривания роста страны, внутреннего овалового продукта, также количество жителей, жители эмигрируют, нас становится меньше, вроде на душу населения таким образом живем мы якобы лучше, якобы. И плюс, какие данные будут взяты для этих измерений, потому что у нас тут с определенным отставанием рассматривается период 2013 год, потом 2015, как базис, да. И у нас был довольно хороший рост внутреннего овалового продукта, и сравнивается не просто рост ВВП к стране, а средний в Европе. И поскольку Европа растет очень медленно, 1,4%, мы почти в два раза быстрее, то получается, что нам как бы меньше надо, да, потому что раз вы так хорошо растете, но это печально, но смешно, потому что что значит хорошо растем, 2,4%, да, это очень медленно. Но это в два раза быстрее, чем в среднем Европе, конечно. То есть это не только все можно списать на Brexit, но деньги извне поступят в намного меньшем количестве. Как ими пользоваться, это еще более тогда большая ответственность, потому что те малые деньги, которые поддерживают нашу экономику, экспорт снижается на 6%, это очень много, да. Ну, проблемы по довольно широкому спектру, но здорово, что поступают деньги извне, как такой добрый подарок Евросоюза. Но он тоже уменьшается, и уменьшится однозначно. Насколько уменьшится? То есть, ну, Brexit – это только кодовое слово, на что все списывать, да, но не только в Brexit – это дело. Вопрос по поводу выставок, Экспо, в частности, вот насколько, ну, спрашивают, имеете ли вы отношение к этим большим глобальным мировым выставкам, как происходит представление Латвии на них? Ну, знаете как, Экспо как формат очень известный в мире со времен Эйфелевой башни, да, это тоже продукт Экспо, да, где все ее построили и собирались в Париже ее сносить. Но получилось настолько некрасивое, что уже стало красивое, и без этого Париж себе плохо представляет. Также в Лондоне, но как-то незамеченным осталось то, что сейчас дигитальная эра, и современный интернет сделал мир более тесным, да, и очень большой урон отношению к Экспо в целом наносит именно то, что нету этой экономической отдачи. Многие страны, даже богатые скандинавские страны не участвовали в Миланском Экспо. Причиной призывали то, что мы, мол, шведы не можем себе этого позволить. Шведы не могут, а маленькая Латвия как бы все может. Но Арабские Эмираты это исключение, потому что это отношение к арабскому миру, это к солидарности быть представленным в целом. Это не прямая экономическая отдача. Есть мы там или нет, нет у нас там, если нам что продавать или показывать, это уже как пощечина, что мы, мол, не участвуем. То есть в одном или другом формате участие, я считаю, обязательно. Другое дело, что если кто-то хочет чисто экономически измерить, сколько мы вложили, что мы получили, то это невыгодно. Это выгодно скорее политически. Это как солидарность, добросовестное отношение к огромному большому миру. Вот у меня как раз вопрос был по поводу выставки. Звонок? Ну да, у нас продолжают прозваниваться люди. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Сделайте приемник потише, пожалуйста, мы слышим эхо. Я бы хотел попросить вашего гостя маленький анализ по поводу вот этих, ну я даже не назвал бы реорганизаций, а претурбаций в системе портов Латвии в связи с этими санкциями. Как он в долгосрочном порядке это видит? Удачного дня. Спасибо за вопрос. Ну, знаете как, обычно ничего хорошего про времена Советского Союза и порты не говорим, но что-то было правильно, когда мы планировали, какой из трех наших крупных портов занимается больше чем. То есть, если исторически в Энспиллс были жидкие грузы, то есть это нефть, дизель, лепая сыпучие, например, рига контейнера, и во всех, конечно, присутствовал весь спектр, то по сравнению с Литвой, где вся концентрация государственной энергии, государственная энергия это один порт, Клайпеда, в Эстонии это Таллин, Муга, конечно, у нас порты между собой конкурируют, вроде бы это хорошо, но вроде бы это и плохо. Комментировать сегодняшнего министра транспорта Талли Солынкаеца, его действия я не хочу, потому что они не настолько однозначны и четко подлежат такому комментарию. То, что он наводит порядок и прозрачность, это, конечно, само по себе очень правильно, однозначно очень правильно, но как он это делает, я думаю, что не все четко. И я думаю, если спросить семьи тех 1500 человек, которые будут уволены в железной дороге, то там, наверное, вы услышите довольно много брани по поводу к нашему хозяйствованию в сфере транспорта. Но одно дело – это дело техники, как мы там поступаем, другое дело, как страна относится к транзиту и к отношению, и к большой политике, к России. Очень легко сидеть в Португалии и рассуждать, что надо санкции к России. Совсем другое – это где мы, Латвия, мы очень зависимы от этой торговли, от добрососедских отношений. И все-таки я абсолютно понимаю политику Европы, что к политике России и политике господина Путина должно быть такое целостное отношение. То есть воля-неволе мы должны поддерживать и от этого получать определенную защиту и выгоду центральную европейскую политику. Мы не можем, как такие маленькие промокашки, хотеть найти свою ловкую лазейку. Этого не получится. Но при этом лазейки ищутся, и министр сообщения, сидя в этом кресле, говорил, что все равно, несмотря ни на что, тот же господин Немир, министр экономики, что происходит встреча с Россией, с министром энергетики, с транспортной отраслью, что все равно, да, санкции санкциями, но все равно мы какие-то обходы ищем. Но тут есть такой своего рода парадокс, что предприниматели, они имеют, в том числе предпринимателей России, абсолютно другую природу своих действий, нежели правительство. Если обе стороны наносят друг другу урон санкциями, то предприниматели так и норовят обходить эти санкции. Что пищевые продукты, продавать их в Россию, молочные продукты, рыбу, мясо. Ну, своего рода парадокс. То есть, правительства обеих стран, держав, можно сказать, мешают своим предпринимателям ввиду большой политики. Вот возвращаясь к вопросу зарплат, я понимаю, что слушатель разволновал вот ваше высказывание, что вполне справедливо у нас зарплаты меньше, поскольку производительность труда меньше. Вот все-таки, прошу, как добиться того, чтобы зарплаты росли? То есть, ну, насколько, потому что люди уезжают как раз-таки за большими зарплатами. То есть, вот выравнивание Европы произойдет, или это опять-таки будет двухскоростная Европа, где будет как пылесос старая Европа выкачивать силы из новой? Ну, я думаю, вот это состязание, что первое, курица или яйцо, что довольно правильно, что приостановили эмиграцию, что, ну, считаясь реалиями заработные платы, надо повышать, да. Ну, тут нельзя путать какую-то социальную справедливость. Неужели мы с вами не заслужили добросовестную зарплату? Ну, надо также смочь ответить на вопрос, заработали ли мы все вместе, как сторона, на эти зарплаты, и сумеем ли мы в ближайшем будущем заработать? Потому что жить в кредит за европейские фонды, повышать зарплаты – это калиф на час. Это мы, ну, можем быстро напороться на существенные сложности в будущем. То есть, ну, это ответственность. Если это вклад, если мы удерживаем своих людей, то другого пути, как повышать производительность, нет. Как ее повышать – это, ну, значительно более ответный этот вопрос, значительно более сложный и комплексный. То есть, это кропотливая работа с определенной четкостью. То есть, ну, понятно, что мы богатые страны, а мы в клубе богатых стран, должны производить соответствующие продукты богатых стран. И поэтому то, что мы выдаем из Латвии, что мы экспортируем, это должна быть не просто древесина, а уже с большей добавленной стоимостью. Ну, это уже звучит клише, но это клише надо реально качественно осуществить. То есть, мы должны продавать миру дорогие продукты. Качественные, в том числе. Возвращаясь к выставкам и способам продать эти продукты, какой способ вообще для привлечения инвестиций лучше всего, на ваш взгляд? Это какие-то личные связи, знакомства с главами автомобильных каких-то компаний, чтобы они сюда приезжали. Это те же выставки, это работа, как вы говорили, представительство, которое там смотрит, кто в какой стране, у кого какой потенциал. Знаете как, такой средний класс предпринимателей, например, Германия, Миттелштанд, семейные предприятия, они действительно часто покушаются на такой шарм страны, личные отношения. Но объективно, если вы крупную мировую компанию привлекаете сюда, и я сколько раз, я был в 36 странах, как глава предпринимательской делегации с президентами страны, и наблюдал, как нас воспринимают. Мы едем в Америку, едем в Германию, президент страны в том числе представляет Латвию, как хорошую страну, и, мол, хорошие отношения наверняка сейчас или Майкрософт, или кто-то вложится в нашу страну. Но мы же настолько вежливо и четко и красиво представили Латвию, ну, должен быть результат. В итоге получается немножко по-другому. Все такие крупные, топ-форчин, как говорятся, крупнейшие мировые фирмы, они делают называемый due diligence, они сравнивают страны, они не имеют права перед своими акционерами принимать эмоциональные решения, что, мол, понравился нам этот латыш, идем туда. Они сделают домашнюю работу четко. И в итоге проекты, эти заводы строятся не там, где лучший президент или лучший призыв приезжать к нам, а там, где все сходится, где бизнес-математика сходится. То есть я опять клоню к тому, что личные связи – это на таком личном уровне. Это как охотиться, как в советские времена с господином Ельциным был на охоте, наверное, что-то у нас построят. Это крайне наивно, это очень наивно. То есть, конечно, если и налоговые ставки, и очень важная позиция – это присутствие образованной рабочей заинтересованной силы, то есть тот коллектив. Когда мы говорим о крупных заводах, что там возобновим ВЭФ, что у нас даже если не то, что 30 тысяч работающих, как в ВЭФе, даже 2 тысячи нереально. Если в Латвии сейчас кто-то хочет разместить завод с тысячу работающими инженерами, это нереально. То есть удел нашей страны изменился очень сильно после распада Советского Союза. Если больше 200 работников, это реально только в сфере услуг. Там можно найти, набрать такого. Если вам нужны 200 инженеров, это почти mission impossible. То есть судьба Латвии – это быть быстрыми и ловкими в маленьких нишах. Наша Nokia будет не один круг. Nokia – это вообще плохой пример. Лучше Skype тогда теперь переводить. Но наше новое чудо – это будет скорее отношение к производству, к малому производству в том числе. И сама правильная формула – множество относительно малых успешных success story или истории успеха – это и будет наш удел. То, что мы там все яйца в одну корзину и построим новый ВЭФ или РАФ – это просто наивно. За прошлый год 204 миллиона привлечено с помощью Латвийского агентства инвестиций и развития. Как делятся вот эти миллионы? То есть если предприниматель, например, из другой стороны, он был заинтересован, и вы ему помогли здесь как-то обустроиться? Или там, например, не знаю, вот Lidl с вами или через вас? Частично. То есть как бы вот как тогда, если частично, то как рассчитывается вот это вот, сколько инвестиций, какой размер был привлечен именно с помощью агентства? Потом уже результаты подсчитать легко. Цыплят по осени считают. Сначала многомиллионные обещания, часть потом уменьшается, кто-то все-таки передумывает. И выгода стране, например, от магазина Lidl все же меньше, нежели от производства. Мы больше нацелены на такие продуктивные инвестиции, не просто где латвийцы латвийцам продают товар через сеть. Можно сказать, ну а почему же тогда ИК, в чем же тогда успех? Понятно, что если приходят новые магазины, то они состязаются с уже существующими, и потребитель выигрывает. Однозначно, даже магазины надо привлекать в Латвии. То есть та же ИК, это очень хорошо. Это не то, что сотни рабочих мест, это еще и здорово, что наши уже покупатели не едут в Литву за этими покупками. И к нам уже едут эстонцы. И к нам едут уже эстонцы. Это правильно. И Lidl, как бы не нравилось это Риме или Максиме, это правильно, что они приходят. И, например, в Елгаве у них тоже с нашей подачей споры идут, как правильно получить разрешение на строительство или на покупку земли и строительство магазинов. В итоге в сферу услуг вкладываются намного меньшие деньги, нежели в производство. Рабочие места наоборот. В сфере услуг, например, мы создали несколько тысяч рабочих мест в таких называемых центрах обслуживания клиентов. Приведу пример. Или АТЭА, или ТЭЛЭ-2, или бывший из ТАТУЭЛ, например, они, когда вкладываются в страну и создают здесь, например, 500 рабочих мест, они офис арендуют, не покупают. Покупают только письменный стол и компьютер. Это маленькие относительно вклады. Вложив 1 миллион, вы создаете несколько сотен рабочих мест. В производстве это невозможно. Там 10 миллионов и 50 рабочих мест. То есть, в итоге, на мой взгляд, надо не миллионы считать, а считать выгоду латвийской экономики. Как это подсчитывается? Относительно просто. Например, если бы в Германии купили завод на 10 миллионов оборудования, вложились в Латвию, считается это 10-миллионная инвестиция. В итоге робот работает на следующий робот, он за 10 лет списывается, а следующий надо опять покупать в той же Германии. В итоге что остается у нас? Это заработные платы и прибыль. И сфера услуг недооценена. Она имеет очень высокую значимость. Я, наверное, сложно высказываюсь, но не настолько примитивно. Чем больше миллионов, тем лучше. Можно вложить очень много миллионов и создать 10 рабочих мест, этого мало. И выгоды не получаются. Пора нам заканчивать. Звонок еще есть? Может, коротко, буквально минуту. Коротко, да, если можно, пожалуйста. Коротко ответить. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте, Анатолий. Слушаю, ваш предыдущий. Мне очень понравился. Ведущий и кого пригласили. Очень понятно все рассказывал. Спасибо этому человеку за его беседу. У меня такой вот вопрос. Как бы умный человек, а вот с должности убрали. То есть вопрос, из-за чего? Мы с этого начинали как раз, да, как раз Андрис Озелс, секс-директор Латвийского агентства инвестиций и развития, если кто-то подключился. Да, мы как раз об этом говорили в самом начале программы. Да. Но я горжусь тем, что успел сделать за эти 15 лет директором. Так что перемены нужны, но спасибо за вопрос и спасибо за оценку нашего разговора. Спасибо вам, бывший директор Латвийского агентства инвестиций и развития, также предприниматель Андрис Озелс был у нас в гостях.